Добрый вечер, с вами снова я и Фильм на вечер. Простите, там на улице страшный ливень. Можно мне переждать вас? Это рассказ про пасмурного синеватого вида мужичка, который проебывает жизнь в занюханном трейлерном парке за стопкой вискаря. Однажды ночью на пороге появляется юная дева и просит помощи, но что-то настораживает в ее поведении. Что привело тебя в такую глушь? Я... я заблудилась. Мне нужно попасть в город. Я отвезу тебя, как дождь закончится. Это психологический разговорный хоррор, где все повествование выстроено как театральная постановка. В центре сюжета всего два персонажа, оба вызывающие у зрителя недоверие, ощущение двусмысленности и неуверенность в том, на чью сторону все-таки встать. Может, снимешь кофту? Бросим на батарею. Ой, нет, спасибо. Я надолго не задержусь. Она вмиг высохнет. Может, лучше ваш телефон? Я попробую вызвать такси. Ты продрогла. Давай кофту. Полтора часа высочайшего параноидального напряжения, где страх разделяет пространство с мрачным замешательством. Что-то напоминает кошмар наяву или бесконечный тревожный сон. Дом Тайн или ты никогда меня не найдешь? Да, у фильма два названия. Подойдет тем, кого устраивает медленный, неторопливый темп повествования. Умение слушать и готовность самостоятельно додумывать то, что остается за кадром. Частые крупные планы лиц героев дают понять зрителю, зри в корень, сука. Почему вы живете один? Вы будто прячетесь от чего-то. Прячусь. Мы все от чего-то прячемся или что-то скрываем. Мы не встречались раньше? Я тебя где-то видел. Я не задержусь здесь надолго. Я не был бы так уверен. Шучу, не бойся. Медленный темп, гнетущее звуковое оформление, цветовая гамма, выдержанная в ржаво-золотом осенке, создают атмосферу уныния, надвигающейся опасности, чего-то мистического и безысходного. Это чувство первобытного страха перед разбушевавшейся грозой и отчаянно бьющего по потолку ливня. Это игра в кошки-мышки, где до самого конца непонятны намерения героев, но в воздухе явно ощущается некое зло. Кто-нибудь знает, где ты? Зачем на самом деле ты сюда пришла? Фильм только бы выиграл, если бы в конце с помощью слэшбэков или других приемов нам хоть как-то немного раскрыли личность второго персонажа, а именно девушки, чтобы понять ее прошлое и то, что заставило ее очутиться в этой обшарпанной хижине в столь неподходящее время. А так получилось однобоко. Но посмотреть все-таки можно. В итоге это психологический фильм ужасов, полностью выстроенный на диалогах, как литературная пьеса, разыгранная по актам, исъедающим чувство вины, одиночестве и грядущим наказаниям. В кино совершенно отсутствует динамика, поэтому зрелище подойдет только для терпеливого и вдумчивого просмотра. Этому камерному психологическому хоррору явно не хватает изящности и стильной концовки. С вами был я, коллега. Оставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!